приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня хотим поделиться с вами рецептом очень вкусного французского лукового супа собственно говоря вариантов есть множество есть упрощенные рецепты есть рецепты адаптированные мы сегодня приготовим вместе с вами и для вас дорогие друзья классический французский луковый суп единственное отступление у нас будет сыр мы будем использовать сыр гауда то есть это твердый сыр и он не совсем французский он итальянский итак дорогие друзья для приготовления супа мы сварили литр мясного бульона можно варить в принципе и свиной и говяжий и куриный бульон но на мой взгляд все-таки лучше всего подходит говяжий бульон понадобится нам шесть головок лука 150 миллилитров белого сухого вина сливочное масло оливковое масло как я уже говорил любой твердый сыр мука и понадобится вот такая вот булочка ее случайно отгрызли я не знал что это булочка для лукового супа решил сделать себе канапешку и тут лариса меня остановила она испекла одну булочку специально для лукового супа поэтому она у нас вот такая вот нелицеприятная конечно ну как нелицеприятная просто кусочек я съел идеально подходит багет если нет багета то в принципе подойдет и любой белый хлеб хлеб дорогие друзья собственно говоря сейчас приступим к приготовлению в первую очередь нам надо поплакать или порезать друзья мы почистили лучок порежем его весь полукольцами достань достаточно тоненько толщиной где-то 3-4 миллиметра толстый нам ну не надо делать немножко разогреем сковородку и поместим на нее сливочное масло чтобы она растопилась естественно все количество количество всех продуктов я укажу в описании видео дорогие друзья подождем пока масло растопится сливочное масло и добавим оливковое масло помещаем весь лук на сковородку и обжариваем его упс убежал кусочек лука и обжарим его на среднем огне до золотистой корочки ну до золотистого цвета вернее не до корочки такого до золотисто коричневого мы покажем результат вот как мы будем обжаривать и наверное засеку время сколько мы будем обжаривать вот до такого состояния обжарили мы лук дорогие друзья он ведь и стал такой золотистый красивый и добавим него муку а кстати по поводу времени обжарки 30 минут мы его обжаривали то есть его не надо зажаривать сухарики он должен стать такой мягкий почти вот почти прозрачный и немножко немножко покрыться золотистым золотистой корочкой скажем так такое это золотистая корочка избитое выражение ну какая это корочка добавили муку и хорошенько перемешаем обжарим еще несколько минут еще через две минутки добавим приготовленное белое сухое вино и вот это вино собственно говоря оно и придаст супу тот яркий характерный незабываемый вкус и аромат франции на самом деле это сейчас луковый суп стал чуть ли не визитной карточкой французской кухни а в древности это был такой очень простецкий суп еда бедняков ведь лука ну в частности и во франции всегда достаточно в огромном количестве и еда это достаточно но сам по себе овощ лук достаточно дешевый поэтому вот такой вот суп я думаю что но еще же есть много рецептов без мясного бульона просто на зажарки оставим на минимальном огне протушиться где-то в течение пяти семи минут через пять минут переместим лук к кастрюлю с бульоном хорошенько все перемешаем и на медленном огне варим 30 минут пока будет вариться наш луковый суп друзья займемся греночками для того чтобы приготовить греночки для лукового супа нарезали тоненько багетик помещаем на сухую сковородку и отправляем духовку разогретую до двухсот двадцати градусов примерно на 4-5 минут сейчас мы тоже включим секундомер и точно замеряем замеряем точное время на сколько они там будут готовиться приготовить их надо до румяной корочки но тоже не зажаривать надо чтобы они чуть-чуть подсохли были хрустящие но ни в коем случае не превратились в угольки друзья так вот прожарились наши греночки буквально три минутки мы их прожарили главное не засушить их в сухари чтобы они вот так вот немножко позолотились скажем так и при этом не обуглились будьте очень осторожны очень быстро зажаривается собственно говоря ждем пока сварится наш супчик дорогие друзья и будем будем его подготавливать подачей после того как бульончик закипел можем его посолить и добавить черного перца делаем это исключительно по вкусу так как бульон у нас готовый то мы можем его пробовать совершенно спокойно будьте аккуратны не пересолите по поводу черного перца та же ситуация если любите более пряный более острый вкус можно добавить больше если не любите вообще то можно вообще не добавлять и продолжаем варить то есть у нас закипел прошло где-то 10 минут еще 20 минут его варим он становится более густой наваристый но вот уже аромат друзья божественный просто ну собственно говоря и и вид у него совершенно поменялся то есть если в начале был просто бульон с луком то сейчас он но превращается в такой густой наваристый суп наш супчик готов друзья он испускает такие запахи невероятные я вам передать не могу я просто сейчас захлебнусь слюной духовка у нас была разогрета это как мы готовили греночки и теперь мы выключили нижний тем и оставили включенным только верхний тем наливаем суп порционно вообще этот суп очень часто готовят порционно то есть делают заготовки а непосредственно варят уже перед подачей перед подачей гостям добавляем сырочек как говорят французы сыром ну сыра много не бывает сверху помещаем аккуратненько чтобы не утонули несколько греночек большие у нас греночки или маленькая маленькая супничка опять-таки сверху потертым сыром помня французское правило что сыра много не бывает и сейчас отправим его я уже говорил духовка разогрета до 180 градусов ой до 220 извиняюсь включен только верхний тен буквально на пару минут помещаем туда наш французский луковый суп чтобы расплавился сыр который сверху на греночках больше нам не надо и будем пробовать дорогие друзья так изумительно выглядит наш суп он просто потрясающий на вид и еще более потрясающие ароматы испускает сейчас я его попробую и конечно словами такое не передашь но я очень постараюсь передать вам его вкус но слюной я уже давно дорогие друзья если вы заблудитесь где-нибудь вдалеке от парижского центра на каких-нибудь тиких парижских улочках зайдете в местное кафе и закажите французский луковый суп ну или просто луковый суп вам его подадут именно таким образом немножко тертого сыра и сам суп с гренками при желании вы сможете сыр вот таким образом добавить итак попробуем что же у нас получилось потрясающе сам суп очень нежный со сладковатым вкусом именно такой как он должен быть именно такой как мы его ели вот на тех вот улочках которые я вам описал очень-очень вкусный нежнейший лучок просто тает во рту ну и вот теперь греночку с сырочком действительно очень горячее и не менее вкусно сочетание гренки она немножко хрустящая с другой стороны она немножко вот впитала всегда суп сыра и самого супа просто потрясающе друзья рецепт отличный очень вкусно правда честно не обманываю никакого монтажа все по чесноку пробуйте готовить французский луковый суп по нашему рецепту если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях мы на всех комментариях с ларисой отвечаем подписывайтесь на наш канал чтобы не получить не пропустить новые интересные рецепты но собственно говоря ставьте пальцы вверх если вам рецепт понравился либо вниз если он не понравился естественно снимать для вас новые интересные видео всего доброго дорогие друзья пока